Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Вначале по традиции коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Сотни кишневцев опоздали этим утром на работу и учебу. Из-за отсутствия электричества на ботанике и телецентре произошел сбой в движении троллейбусов. Ни один из свидетелей защиты по делу Влада Филата не явился сегодня в суд. Адвокаты экс-премьера думают, что свидетелей запугали, а прокурор Деана Бицешер предполагает, что у защиты просто нет доказательств. Удивили строгое жюри своим талантом писать, снимать и фотографировать. В Кишиневе сегодня награждали победителей первого национального конкурса молодых журналистов перспектива. А теперь об этих и других событиях подробно. Транспортная неразбериха в столице. Из-за отключения света на телецентре и ботанике этим утром было затруднено троллейбусное сообщение. Люди были вынуждены добираться до места работы и учебы другими различными способами. А на дорогах образовались гигантские пробки. Глава управления электротранспорта Георгий Маргоч сообщил для РТР Молдова, что сбой в движении работы троллейбусов произошел из-за отключения электричества. Как выяснилось, компания РЭД Унион Финуса, проводившая ночью плановые ремонтные работы на линии электропередачи, вовремя не возобновила подачу энергии. Нам обещали возобновить электроснабжение до пяти утра, однако, видимо, у них возникли какие-то проблемы. Мы вынуждены были перенаправить троллейбусы по другим магистралям. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, сказал Георгий Маргоч. В компании РЭД Унион Финуса пока не прокомментировали эту ситуацию. К полудни движения транспорта в столице было полностью восстановлено. Ни один из свидетелей защиты по делу Влада Филата не явился в суд. На проходивших сегодня очередных слушаниях по делу экс-премьера показания должны были дать пять человек. Защита не исключает, что свидетели были запуганы и настаивает на том, чтобы их привели в суд принудительно. В свою очередь, прокурор Адриана Бацешор считает, что сложившаяся ситуация говорит об отсутствии доказательств в защиту Влада Филата. Всего у защиты бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата есть 14 свидетелей. Сегодня в суд должны были прийти пятеро. Их имена не разглашаются, несмотря на то, что защитники уже не первый раз подают прошение на проведение публичных заседаний. Адвокат Филата Игорь Попа назвал только одно имя. Сегодня показания должен был дать Дарин Драгуцану, бывший глава Национального банка Молдовы. Он оказался среди тех, кто передумал говорить перед судом. «Мы звонили нашим свидетелям, никто не ответил на телефон. Только один свидетель нам ответил и попытался объяснить, что не считает правильным приходить в суд, потому что он уже ничего не знает. Эти перемены, когда вначале свидетель говорит, что знает, а потом, что ничего не знает, позволяют нам думать, что свидетели были запуганы». По словам адвоката Филата, свидетели нарушили закон и теперь их могут привести принудительно. Для этого уже подано соответствующее заявление. Его рассмотрят завтра. У прокурора Адриана Бесишорт есть свое объяснение о поведении свидетелей защиты. «Для меня очень странно, как можно принудительно заставить прийти свидетелей, чтобы они дали показания в твою же защиту на суде. Это наводит меня на мысль, что у защиты нет ни одного доказательства. Я даже уверена, что нет доказательств, которые могли бы перевесить наши, включая заявления свидетелей обвинения и собранные нами документы». Более того, Адриана Бесишор утверждает, что свидетелей вовсе не приглашали в зал суда. «Нам не предоставили никакого подтверждения, что со свидетелями говорили по телефону. Есть сомнения, что с ними вообще связывались и просили прийти на судебное заседание». По словам прокурора, рассмотрение дела может продолжиться и без свидетелей, если остальные девять человек также откажутся приходить. Очередные слушания по делу экс-премьера состоятся завтра. Число миллионеров в Молдове стремительно растет. В прошлом году официальный доход свыше миллиона леев задекларировали 358 человек. Большинство из них проживает в Кишиневе. По данным налоговой службы, как правило, миллионеры в Молдове – это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. За минувший год число миллионеров выросло на 14%, а за последние 10 лет и вовсе более чем в 6 раз – с 58 до 358 человек. И это только те, кто официально декларирует свои доходы. По данным налоговой службы, общая сумма, заработанная всеми миллионерами, в прошлом году составила без малого 900 миллионов леев. Говоря о происхождении этих сумм, 58% приходится на зарплаты. То есть граждане получают в основном свои доходы в качестве зарплат, а не из других источников. Самая большая задекларированная зарплата в 2015 году – 9 миллионов 300 тысяч леев. Цифру самого большого задекларированного дохода, впрочем, как и имена, налоговая служба не раскрывает. Однако известно, что 4 человека в Молдове официально сообщили о своих доходах на сумму свыше 11 миллионов леев. Мы заметили, что среди тех, чьи задекларированные доходы превышают миллион леев, растет доля мужчин, а доля женщин, напротив, сокращается. Самому молодому человеку, задекларировавшему доход свыше миллиона – 21 год, а самому пожилому – 76 лет. Все же подавляющее большинство богачей – 60% – это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Как сообщает налоговая служба, в этом году ведомство впервые оценило доходы физических лиц не только на основе декларации. Есть люди, которые получили прибыль от сдачи недвижимости в аренду, выигрыши лотереи, роялти и дивидендов. За прошлый год мы выявили 659 человек с такими видами доходов на сумму свыше миллиона леев. Они числятся отдельно от тех 358 людей, упомянутых ранее. Всего в этом году декларации о доходах подали без малого 170 тысяч человек. Отметим, что средняя зарплата по экономике составляет примерно 4,5 тысячи леев. По данным Всемирного банка, 40% населения Молдовы живут в бедности. Продолжаем выпуск. Председатель партии социалистов Игорь Дадон совершает трехдневный визит в столицу Грузии – город Белиси. В программу визита входит участие в работе 10-го Всемирного конгресса семей на тему «Цивилизация на перепутье. Традиционная семья – крепость свободы и человеческих ценностей». В его рамках лидер ПСРМ выступил с речью на тему «Атака против традиционной семьи. Христианский ответ». Игорь Дадон отметил, что в настоящее время традиционная семья подвергается массированным нападкам, главной целью которых является искажение и ликвидация традиционного понимания семьи брака как законных отношений между мужчиной и женщиной, целью которых является совместное ведение хозяйства, рождение и воспитание детей. Игорь Дадон также подчеркнул, что партия социалистов Молдовы выступает за отмену закона о равенстве, принятого молдавским парламентом в мае 2012 года. Всемирный конгресс семьи представляет собой саммит, периодически проводимый одноименной неправительственной организацией. Для участия в нем съезжают семировые лидеры движения, выступающие за сохранение традиционных семейных ценностей. Задачей форума является защита семьи, развитие программ и проектов, в поддержку семьи на уровне Европы и мира. Членами организации являются представители 80 стран с пяти континентов, продвигающие семейные и жизненные ценности. Конгресс обладает статусом консультативной структуры при ООН. Но вернемся в Молдову. Партия бесплатных лекарств для сельских больниц и медцентров. Такую безвозмездную помощь предоставила одна из лидирующих иностранных компаний на фармацевтическом рынке Молдовы. Часть препаратов предназначена для лечения артериальной гипертензии. В Минздраве такое сотрудничество встретили более чем положительно. Ведь, согласно официальной статистике, в республике заболевание сердечно-сосудистой системы является главной причиной смертности. В селах люди реже обращаются за медицинской помощью и, как следствие, чаще болеют. Помочь им вызвался крупнейший фармацевтический производитель из Венгрии совместно с дипломатическим представительством этой страны в Молдове. Всегда придерживаться такого принципа, что на самом высоком уровне надо удовлетворить потребности населения. Общая стоимость партии бесплатных лекарств – более полутора миллиона леев. В сельские больницы завезут 33,5 тысяч упаковок иммуностимулирующего и противопаразитарного препарата и 14 тысяч упаковок таблеток для пациентов, страдающих гипертонией. В последние несколько лет смертность от поражения сердечно-сосудистой системы составляет 58% от общего числа умерших. В этом смысле контроль артериального давления очень важен. Этот недуг становится причиной многих осложнений и следствием ряда патологий, которые ведут к смерти пациента. Согласно официальным данным, в Молдове заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности артериальной гипертензии, занимают первое место. Ежегодно в республике регистрируется около 47 тысяч новых случаев. И это число постоянно прогрессирует. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». В Чедерлунге минувшей ночью произошел пожар в доме бывшего башкана Кагаузи Михаила Формузала. Как сообщают службы чрезвычайных ситуаций, огонь уничтожил три комнаты и крышу. Пострадавших нет. Формузал переехал в Германию, так что в доме давно никто не живет. Пожарные выясняют причину возгорания. Полиция, в свою очередь, не исключает версии поджога. Сам Формузал говорит, что не знает, кто поджег его дом и по какой причине прибегли к подобному действию. Но вопрос, подозревает ли он кого-либо, экс-башкан заявил следующее. Не могу понять, зачем поджигать скромный домик, вышедшего на пенсию политика. Подождем, посмотрим, что скажут правоохранительные органы по этому делу, а для моей семьи это еще одно испытание. Министр культуры Моника Бабук прокомментировала розыгрыш российского пранкера Вавана, который, представившись новым министром культуры Украины, попросил поддержки для своей страны на Евровидении со стороны молдавского чури. Розыгрыши сами по себе это хорошо, чего нельзя сказать об этом случае. Никакая дурная или грязная шутка не может повлиять на талант, сказала Бабук. Министр также заявила, что рада за Джамалу, которая заняла первое место. Добавив, что в проведении международного конкурса песни Евровидения не вмешивалось и доказательств по этому вопросу не существует. Ранее, напомним, СМИ сообщали, что российский пранкер Владимир Кузнецов, больше известный как Ваван, попросил у молдавского министра поддержать Украину на Евровидении, вследствие чего Моника Бабук заявила, что с удовольствием бы дала 24 балла, даже не слушая песню. Новый образец значка техосмотра автомашин может появиться в Молдове в 2017 году. Идея принадлежит Министерству информационных технологий и связи и уже отправлена на рассмотрение в правительство. В случае положительного решения нововведение вступит в силу с 1 января будущего года. Планируется, что наклейки будут прикреплены к регистрационным номерам нового типа, которые выпускаются с апреля 2015 года. Глава пресс-службы Министерства Ирина Гыско пояснила специально для РТР Молдова, что данные о техосмотре на транспортные средства со старыми номерными знаками продолжат, как и раньше, клеить в правой нижней части лобового стекла автомобиля. Она отметила, что введение наклеек не повлияет на стоимость регистрационных номеров. Новые значки будут иметь круговую форму и будут изготавливаться из клейкового материала, устойчивого к внешним факторам. В середине значка будут указаны его серийный номер и год следующего техосмотра, а вокруг месяцы года. Цвет значка будет каждый год меняться на контрастный предыдущему. Продолжаем выпуск. Сегодня стали известны имена победителей первого национального конкурса молодых журналистов «Перспектива». Все они сумели удивить авторитетные жюри своим неординарным талантом писать, фотографировать и снимать видео. Учредил конкурс мультимедийный пресс-центр «Спутник». Организаторы мероприятий и посольства России не только примировали ребят, но и пообещали в ближайшем будущем открыть школу молодых журналистов. На торжественной церемонии награждения присутствовала и наша съемочная группа. Национальный конкурс молодых журналистов, учрежденный информационным агентством «Радио Спутник», стартовал в конце прошлого года. Свои силы попробовали многие, но победили лучшие. Из всех работ, представленных на конкурс авторитетной жюри, отобрала 15 по четырем номинациям. Елена Сибова второго места удостоилась сразу в двух – «Лучшее интервью» и «Лучшая обзорная аналитическая статья». Она писала об угрозе сохранности архитектурного наследия. Я собирала материалы периодически от разных агентств, статистику включала. Ну и, естественно, свои какие-то мысли. Я надеюсь, что мне удалось призвать граждан как-то решать эту проблему все вместе. Первое место в номинации «Интервью» досталось Олегу Дашевскому. Он затронул тему экологии. Лучшим фото- и видеооператором стала Наталья Мечкань. Победителям вручили дипломы и ценные призы. А еще для них и таких же перспективных и молодых журналистов, учредители конкурса и посольство России в Молдове пообещало открыть школу. Занятия здесь будут главным образом нацелены на практику. На практику, значит, совершенствование русского языка, поскольку это русскоязычная журналистика. А практика работает с людьми. Практика работает как бы не только ручкой, но и на радио, на телевизионе. Открыть школу собираются на базе информационного центра «Спутник». Для этого здесь есть все условия. Мы сейчас открыли контент-студию, радиостудию, оснащенную современным оборудованием. Кроме того, у нас очень хорошая база видео. Мы пытаемся творчески решить проблемы, которые возникают в наше время, выдвигают перед нами. И это легко решать, потому что за один год мы вышли, попали в топ-3 информационных агентов страны. «Спутник» собирается и дальше стимулировать поколение молодых и талантливых журналистов. Поэтому национальный конкурс «Перспектива» обещает стать традиционным. Развлечения, совмещенные с полезной информацией и новыми знаниями. В Международный день музеев в Молдавской столице, а также во многих районах страны, будут проходить множество посвященных этому мероприятий. Так, впервые в этом году в Национальном музее этнографии пройдет выставка ретро-велосипедов, а приглашенные гости из Германии проведут воркшопы. А уже 21 мая состоится приуроченная к международному празднику «Ночь музеев», которая также приготовила немало красивых сюрпризов. Международный день музеев отмечается ежегодно с 1977 года по инициативе Министерства культуры Франции и Международного музееведческого сообщества. Более 4 тысяч музеев Европы присоединились к этому культурному мероприятию в 2016 году. В нашей стране «Ночи музеев» уже 11 лет. В 2015 году в Дне музеев приняли участие свыше 55 тысяч человек. Таким был этот день. Напомню, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Олеся Коряк, на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова